Я вышла на финишную прямую в разборе своих ящиков Уже добралась до задней стеночки Вот только что вернулась со складика И сегодня я привезла две главных рекардовых ценности Сейчас я вам их покажу Ну, во-первых, это вот такой вот огромный, медный, водолазный шлем Красивый, он настоящий Тут откручивается люк Вот этот шлем Рикардо купил за 200 долларов Вот, и очень его любил, он у него в углу стоял Правда, когда Рикардо в Анкоре Джине жил, я этот шлем убирала с глаз долой Вот, и этот шлем у меня с самого начала, как только Рикардо умер Просила Беверли, говорит, продай мне шлем Я говорю, ничего продавать не буду, забирать просто так И вот я наконец-то до него докопалась Я не видела, где он лежит, он был у самой стеночки И следующая ценность, которую я только что откопала То есть всех здесь одеял и штор, которые тоже, кстати, надо будет разобрать Это акула, вот такая вот огромная деревянная акула Рикардо тоже ее купил за 200 долларов Какой-то мастер специально для него эту акулу вытачивал, выпиливал У нее настоящие акульи зубы, они очень острые Я столько раз ранила палец себе об эти зубы, они вот просто как иглы Еще даже острее Эта акула тоже отправляется к Беверли Когда Рикардо был в Италии 5,5 лет Все эти годы акула жила у Беверли Была у нее дома на хранении И вот сейчас, когда Рик зашла о вот этих вещах Беверли сказала, что она с удовольствием заберет эту акулу Потому что она говорит, что была бабиситером у нее 5 лет и к ней привыкла И вот вместе с маленькими акулами тоже все поедет к Беверли Ну и следующие три моих сегодняшних ящичка с DVD и CD дисками Тоже большая часть пойдет к Беверли Вот это вот Рикардо сестра Элиса дарила ему «Gun with the wind» Это «Унесенные ветром» Вот с книжкой такая вот коллекционная Коллекционное такое издание Вот это вот Рикардо мне покупал «Секс в большом городе» Я, конечно, не то чтобы фанат этого сериала Но не знаю, может быть, ради изучения английского Когда-нибудь его и пересмотрю В общем, я сейчас быстренько пройдусь по этим ящикам Но вряд ли я себе оставлю много Может быть, пару дисков, остальное все Мне это не нужно теперь Все это можно скачать в интернете У меня даже DVD-плеера нет Мы его давным-давно с Рикардо отдали на благотворительность Есть, конечно, у меня маленький DVD-плеер Который подключается к компьютеру Но сейчас при наличии всего этого в интернете Уже вряд ли я буду что-то смотреть с дисков У Рикардо, конечно, была огромная коллекция этих дисков Некоторые коллекционные были Вот некоторые, посмотрите Даже не распечатанные в упаковке Токен Лорд оф зе рингс Очень много дисков Наверное, половину Он перевез туда, к себе, на Медвый остров И перекинул на хард-драйвы На жесткие диски И с этими DVD-шками он собирался делать то же самое Избавляться уже от этих И переходить на другие носители Ну вот Еще две или три коробки у него оставалось Здесь Надеюсь, вывод ли Все это смотреть с Алланом вместе В основном для Аллана она берет эти все DVD Особенно CD Музыкальный центр у Рикардо был Сони очень старый такой И в свое время Много лет назад Когда мы вернулись Летали сюда, на Аляску Рикардо По моей настоятельной просьбе Отдал Аллану свой Этот старый музыкальный центр С CD-дисками И вот Аллан его до сих пор слушает Вот даже какой диск Такая коробочка интересная Надгробие И скелет Вот три биска Fear itself Ну а вот в этом ящике Огромная коллекция музыки У Рикардо еще и пластинки были Но пластинки сразу Аллану отдали А вот эту музыку Рикардо любил Собирал Хранил Но никогда не слушал С приходом С распространением интернета Конечно Все это стало доступно На компьютере И диски И конечно уже все Только для Может быть Самых таких Ценителей Быстро у меня Быстро у меня сегодня Получилось Слава Богу Один маленький ящичек Я наверх утащила С кошачьими Принадлежностями Там чашечки Наверное их какие-то Вот И один ящик Со шторами Большинство из которых Пойдут тоже на благотворительность Себе оставлю совсем немного Вот и все Было столько Много ящиков Но я справилась Моментально Можно сказать За полчаса Первый раз Такое Обычно я вожусь Целый день Разбирая эти ящики Ну вот И штор решила Себе оставить Только четыре Вот таких вот Полотна тюли А остальные все Коричневые Зеленые Такие вот шторы Это две скатерти Одеяло Все это мне больше Не понадобится Из кошачьего Тоже решила Оставить по минимуму Вот две таких Чашечки Для сухого корма И одну вот такую Все Это на случай Если я все-таки Заберу сюда LG на Аляску Вот А если нет Если сразу Она поедет Во Флориду То и это я выброшу Там куплю Другое уже Тащить конечно Это с собой не буду А вот это все Оставлять и Хранить я не собираюсь Это все у меня тоже Идет на выброс Кстати вот здесь На кухне Все-таки попробовала Я назад повесить Эту шторочку И все-таки Понимаешь Что не хочу я Ее здесь Хотя с ней Гораздо уютнее Мне так не нравится Вот этот голый проем Шторка ему Придаёт Такую законченность Надо мне вот Срочно в магазине Поискать Что-то подобное Замену Какую-то Вот это вот Первая вещь Которую надо купить Вторая Это конечно Люстра Здесь мне понадобится Ваша помощь Я пойду в магазин Буду снимать Люстры Которые мне нравятся И Советоваться Какая вам больше Понравится Вот И третья вещь Это мне нужен Удлинитель Я не могу Включить Всю свою аппаратуру Тяну шнуры К компьютеру Вон оттуда Чем очень неудобно У меня раньше Здесь был Где-то на 5 На 6 Розеток Удлинитель Ну вот Куда-то ушел На улице У нас так было Сегодня Прохладно И ветрено Целый день Я ездила На склад Опять И просто Меня там Чуть ветром Не унесло На этом складе Вот А сейчас К вечеру Опять Выглянуло Солнышко Распогодилось И потеплело Вот здесь Такая На Аляске Погода Что всегда Тепло К 5 Вечера Где-то наступает К 4 К 5 Самая теплынь Вот Пожалуйста Уже 18 градусов А днем Я смотрела Было 12 Камин так И не затопило То на улице Тепло Было неохота То Пока я Доберусь До камина Уже вечер Поздно И у меня У меня уже Никаких сил Нет заниматься Камином В общем Но все равно Хорошо Что я купила Дрова Они здесь Так красиво Стоят И создают Уют И сегодня У меня На очереди Уборка Еще в одном Помещении Маленьком Это ванна Стены Я здесь Трогать не буду Стены Буду перекрашивать А что буду делать Помою кафель Помою ванну Шторочками Со шторочками Разберусь Зеркало Конечно же Помою Самое главное Что надо сделать Здесь Ванной Из ремонта Это поменять Раковину Либо всю тумбу Но если менять тумбу То менять весь пол Потому что Вот он Видите Как Как бы Тумба встроена Туда В половое покрытие Поэтому Если ее Отодрать И выбросить Другую поставить Никогда Не совпадет Пол Вот Я не знаю Решаться мне На такой шаг Или нет Подумала Что Поменять Просто Раковину Вот она Видите Какая Здесь Отбился Кусок Я его Уже пыталась Замазывать Я покупала Эмаль Специальную Но эта Эмаль Отлетает И конечно Надо менять Раковину И Вот она Сама Тумбочка Тумбочка Такая Старенькая Тут Тут есть Дверца Это я Сама Ее Сняла Вот Она Она Просто На таких Вот Здесь Защелочках Я Почему Ее Сняла Я подумала Смогу ли Я Эту Тумбочку Отреставрировать Восстановить Отшкурить Ее Купить Специальные Специальные Первые Вот этот Первый Слой Забыла Как он Называется Которым Покрывают А потом Уже Краской Грунтовка Наверное Такая Толстый Толстый Слой Который Все Щелочки Здесь Закроет И потом Уже Краской Я посмотрела В интернете Есть Даже Такие По-моему У нас В строительных Магазинах Специальные Наборы Для Восстановления Мебели Вот Тогда Я могла Бы Все Покрасить Вот Здесь Все По бокам Вот Дверцы И Возможно Дать Этой Тумбе Вторую Жизнь Вот Пока Думаю На Эту Тему Хотела Взять Вот Эту Шточку С собой Строительный Магазин И Посоветоваться Проконсультироваться С ребятами Может Мне Кто-то Что-то Подскажет В Таком Виде Тоже Ее Уже Нельзя Эту Тумбу Оставлять Она Такая Старенькая Старенькая Тумба Вот Еще Раз Давайте Покажу Пол Вот Видите Как Здесь Сделано Под Именно Под Эту Тумбу Никакая Другая Уже Сюда Не Подойдет Вот Нашла Кстати Весы На Складе Давайте Покажу Сколько Я Вешаю Надо Конечно Утром На Пустой Желудок Но Посмотрим Что у Меня Сейчас Ого Ничего Себе Вот Это Да 60 И 7 Килограмм Конечно Я Недавно Плотненько Покушала Но Все Равно Вот Приступаю К уборке Заодно И буду Сгонять Вес Совмещать Полезное С приятным Скажем Так Погнали Давайте Я вам Закодно Покажу Какая Здесь Система Света Вот Такой Вот Выстроен Короб Встроен Его Конечно Можно Убирать Я Видела У Линды Например Этого Короба Уже Нет Дальше Лампа И Вот Такие Шточки Вот Я Помыла Ее Пластик Складывается Вот Сюда И Свет Как Идет Сверху Со Временем Я Тоже Уберу Вот Это Сооружение Все Сверху И Сделаю Обычные Лампочки Когда Буду Менять Тумбочку Когда Буду Менять Зеркало Но Пока Пока Все Останется Так Как Есть И Так Ребятки Не Прошло И Двух Часов И Вот Во Что Превратилась Моя Ванна Я Конечно Когда Заехала Тут По чуть Чуть Убиралась Мыла Унитаз Ванну Полы Коврики Стирала Но Вот Так Чтобы Сверху Донизу С головы До ног Еще Не Мыла Вот Такая Идеальная У меня Здесь Чистота Пол Все Перемыла Вот Так Все Составила Сюда Вот Нашла Мыльницу И была Точно Такая Же Штучка Для Зубных Щеток Но Теперь Ее Нет Может Быть Разбилась Вот Картинка Моя Так Вот Здесь Висела Так И Висит Шторку Я Перевесила Пониже Гордину Вообще Он Заволок Туда Высоко Было Очень Неудобно И повесила Еще Одну Штору Пластиковую Тяжеленную Мне Она Не нужна Совершенно Я душ Принимаю Но Крайне Редко Поэтому Вот Здесь Тоже Все Помыла И душ И дверь Вот Эту Кафель Естественно Весь Сверху Донизу Вот Такая Вот У меня Ванна Еще Одно Чистое Помещение В доме С каждым Чистым Помещением Мне становится Все Легче И легче Дышать И вот На данный момент Осталась Вот эта Комнатка Вот она Бойлерная Здесь тоже Пыли поднакопилось Полы надо Помыть И Две Спальни Это маленькая Спальня И Большая Гардеробную Я уже Помыла Здесь Я не могу Пока мыть Потому что Коробки Вот С коробками Разберусь И тогда Эта комната У меня Напоследок Остается А следующая У меня На очереди Вот эта Вот маленькая Будет Может быть Завтра Все Вот так Ой Я вся Ужас Какая Сама Сейчас Пойду Мыться В чистенькой Ванной На сегодня Все Я с вами Прощаюсь Всех Целую Всех Люблю Всем пока Пока